Справиться с волнением участникам педагогического марафона помогают ученики, родители и коллеги. Это общее дело, общая работа. Конкурсанты признаются, что без их поддержки на сцену бы не вышли. Только вместе, плечо к плечу. Наш класс, спортивный класс, необычный. Мальчишки-хоккеисты. И они с гордостью представляли сегодня нашу страну, не побоюсь этого слова, Россию. И поддерживали атлетов из России. И как видите, все в восторге. Большая страна, большие возможности. По таким девизам проходил конкурс. Каждый участник представил свою концепцию. Галина Кириченко, классный руководитель 3-го Г-класса Одинцовской лингвистической гимназии, считает, что самое главное быть человеком. Это ее педагогическое кредо. Конкурс длился полгода, поэтому все этапы надо было выдержать, выстоять и преодолеть. Но у меня уже какое-то облегчение наступило. И хочу сказать большое спасибо своему любимому 3-му Г-классу, родителям, администрации гимназии, всем тем, кто меня поддерживал и помогал. Конечно, семья моя, которая тоже волновалась и всегда была в курсе всех дел. Хочу сказать большое спасибо своим ребятам. Я это сделала ради них, для них, чтобы эта память осталась у них, выступление на всю их жизнь. Участие в конкурсах профессионального мастерства для учителей – это возможность не только поделиться своими педагогическими наработками, но и еще больше сплотить ученическую семью. Многому можно поучиться у коллег. Во-вторых, это очень увлекательно, интересно и это бодрит, воодушевляет, вдохновляет. Подобные конкурсы дают возможность раскрыть себя педагогу совсем с другой стороны, потому что этот конкурс классный-классный несколько отличается от конкурса «Педагог года». Это творческие, это работа с родителями, это работа с детьми в плане воспитания. В этом конкурсе классный-классный может увидеть совсем с другой стороны своих учеников, да и себя тоже. Поэтому, несмотря на всю загруженность наших педагогов, несмотря на то, что у них очень много всяких обязанностей, все-таки такие конкурсы нужны, в плане того, чтобы даже просто узнать самого себя. По итогам финального испытания сразу две конкурсантки на первом месте. Но пока рано праздновать победу. Подсчет баллов продолжается. Имя лидера педагогического марафона будет названо в конце февраля, а пока участники в ожидании результата. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».